Девушки отдыхают Законы любви не созданы, не забывай Держи меня крепче, за руку не отпускай Когда ты со мной, я так благодарна судьбе И сердце моё откроется только тебе Только тебе Только тебе Только тебе Здравствуйте, я Ксения Собчак А я Ксения Бородина И это телепроект «Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга» До распределения комнат в старом доме осталось почти две недели Но уже вчера появились первые претенденты на заселение Саша Гобозов и Надя Ермакова Неудивительно, что их заявление вызвало целый шквал негодования со стороны друзей солнца И всё-таки я надеюсь, что сегодня участники забудут все размолвки И просто порадуются за самую старую пару проекта У Романа Третьякова и Ольги Бузовой настоящий праздник – три года их любви Сегодня 1170 день нашей телестройки Стёпе не нравятся сёстры Розы и Марина Он считает их лицемерными Но девушки не пытаются наладить с ним отношения А наоборот – наживают себе новых врагов Вчера они поссорились с Юлей На этот раз из-за того, что она в их присутствии пыталась накрасить ногти Конфликт достиг масштабов скандала Некоторые ребята считают, что Роза с Мариной не любят одиноких красивых девушек Так как те могут занять их место Если построят отношения с молодыми людьми Что у Розы и Мариной никак не получается А у Юлии и новенькой Нади есть все шансы встретить свою любовь на телепроекте Особенно сегодня, ведь они отправились на кастинг Саша Гобозов и Надя нашли друг друга на нашем телепроекте ровно три месяца назад И сегодня отмечают эту дату Но что такое три месяца по сравнению с тремя годами совместного счастья Романа Третьякова и Ольги Бузовой Которые из года в год доказывают, что между ними настоящая любовь Что ты, суслик? Котенок, ты где был? Я на базаре Это тебе, три года у нас Сегодня Поздравляю Как красиво Ого! Немноговато тебе? Нет Ну на Ого! Девочки, здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие Здравствуйте! Здравствуйте! По отношению к людям Нет! Вот, кстати, сказать В детстве, по отношению к ребятам Ведешь себя совершенно потрясающе То есть, ты их вообще в отношениях поддерживаешь И все, но вот в отношениях А, вы имеете в виду отношения с Димой я завиделась, да? Наверное, вы правы, что это, может быть, именно так смотрелось, да? что я с каким-то пафсом, но я думаю, что причина действительно в том, что какое-то разочарование меня постигло, и, наверное, это решение просто вот зрело. Косенок, спасибо за цветы. Ну, а я, в свою очередь, хочу тебя пригласить на романтическое свидание. Куда? Кататься. На санках. Нет. На катере. Стой, 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 стой. Ну, сейчас я пойду схожу. Донышко. Да. Здравствуй. Здрасте. Смотри передачу вашу с первого дня. И ты для меня вот три года как дочь. Спасибо. Я сейчас опять ужасно за тебя. Прямо все из рук валится. Ну, просьба такая, не уходи с проекта. Конечно, проект все равно когда-нибудь закончится. Но пока он идет, хочется тебя видеть. Потому что большинство из нас, конечно, мы больше нигде тебя не встретим. И вот дело, если ты уйдешь, то мы потеряем такого родного человека. И не хочется этого. А хочется, чтобы ты и дальше ошеломляла своими талантами. Ты, девочка, очень талантливая. Я постоянно привожу тебя в пример. Какая ты целеустремленная, умная. И для меня, например, ты самая красивая с первого дня пребывания на проекте. Твоя девушка спит, а ты как-то ее не будешь совсем. Почему? Я только что оттуда. Ходил в бурью. Она простать не может. А вы давно были знакомы за периметром Лео? Не, месяц. Ну, чуть больше, если считать сегодняшний день. А ты влюблен в Ольку? Да. А она в тебе? Ну, по ощущениям, да. Но я не могу сказать. Котенок, ты помнишь, когда мы в последний раз были с тобой на романтическом свидании? Нет. И я не помню. И я. Зато сейчас мы отрвемся по полной. Да. Потому что у нас сегодня что? У нас сегодня шампанское и финики. Нет, у нас сегодня три года отношения. Прекращаю общение с Дмитрием Чижевским. А что, не бывает? Просто общение между мужчиной и женщиной? Да, я скажу тебе. Да, я тебе скажу. Скажи Чижевскому нет. Я люблю тебя. Я тебя люблю. С праздником. И тебя. Ребята, вы не поверите, сегодня хотела вас отправить на стройку. Но, к сожалению или к счастью, мы идем с вами к грядкам. Куда мы отправляемся? На грядке. А еще громче? На грядке! А еще громче! На грядке! Выходим! Я тебе тут приготовила небольшой сюрприз. Небольшой, ты говоришь? Да. Нам с тобой сегодня. Это все наше? Да, я посчитала, что на три года можно позволить снять яхту и два часа провести здесь. с шампанским, с фруктами и с конфетами. Она пустая? Она пустая. Здесь только ты и я. И еще капитан. Ну что, можно ехать, капитан? Да, поехали. Ты что, тут командуешь? Да, я просто эту яхту сняла, взяла для себя. И познакомилась с персоналом, и теперь он мне немного подчиняется. И я говорю, капитан, можно ехать, а он, значит, трогается. Так, а я не понимаю, что это у нас там за группа? Они все люпины, да, скажем, они все люпины. Значит, убираешь самые мелкие, до начала. Оставляешь между ними расстояние, между цветком и цветком расстояние, где-то, вот, скажем, 20-15 сантиметров. А эти тоже надо вырвать сейчас? Ты сменку убираешь, а от этих... Ребята, идите сюда работать, в работы много в огороде. А кустам, Степа, Гена, это не обсуждать. Идите сюда на работу. А, один цветокомарок похожий на Саманту Фокс. Давай, Саманта, иди сюда. А с плейзи ты похожи просто на Уиппи Голбер. Идите сюда, я сказала. Боже, у тебя такой обаятельный смех. Хочется слушать его всегда. Вуппи. Вуппи. Маленькая Вуппи. Вуппи. Спасибо тебе за такой роскошный подарок. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо тебе за то, что ты так свято хранишь нашу с тобой любовь, наши отношения. За то, что ты поддерживаешь всегда во мне тонус и в себе тоже. За то, что неустанно меня радуешь своей красотой, очарованием. Любовью, любовью, лаской, нежностью, красотой своей неземной. Я уже говорил, я люблю тебя. И я тебя люблю. С праздником. И тебя. Я иногда вспоминаю, как все у нас с тобой начиналось. И как? Я уже не помню. Не помнишь, когда? А я с тобой в первый раз совершенно поговорю в санглаз с вами. Собчак и Бородина пришли в свадебных платьях на лобное место. И мы с тобой договорились, что с этого дня мы будем делать всегда то, что мы хотим. Сумасшедшие вещи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Давай, за нас с тобой. За то, что мы сумели столько времени прожить и пролюбить друг друга. Слушай, мы сажали цветы, даже сбоку вырываешь. Да, да, вообще ужасно. А может их пересадить? Пойди, надо пересаживать. Я не буду в этом участвовать. Я не убийца. Как будто бы он именно их сажал. Дима Чижевский больше всех сажал, по-моему, цветов, да? Дима, ну... Степа, позови меня с собой, я не хочу сидеть с убийцей. Позови меня с собой. Я тебе сейчас дам, иди сюда, Степа, ну-ка вернись быстро на работу. С Ольгой Моцкой очень хорошие отношения, строится очень комфортно. Конкретно не мешает ли тебе Дима Чижевский? Пока нет. Мы с тобой говорили. Да, я помню. Прошло время. Мне кажется, что Дима очень активно, конечно, себя не ведет, но явно у него какие-то отношения с Олей есть, и они развиваются. Ну, на мой взгляд, это общение, дружеское общение. Пока я так чувствую, я пока так и... А дружеское общение недалеко и до любовного. Нет, я согласен. А что не бывает, просто общение между мужчиной и женщиной? Конечно, бывает, и дружба бывает, но я знаю просто чуть-чуть больше, чем ты, и могу тебе намекнуть, что для Димы Оля это не только друг, это человек, с которым бы он был не прочь встречаться. Должен быть лозун. Этот лозун должен звучать следующим образом. Скажи Чижевскому нет. Что значит нет? Вы ходите на стройку и обнимаетесь, понимаешь? Почему мы обнимаемся? А в этот момент будет снимать Леша, который сидит в комнате вот так вот и грустит, понимаешь? А в этот момент на стройке Моцак обнимается с Чижевским. Ну, нравится он тебе. Ну, оставь тогда Лешу в покое, встречайся с Чижевским. Я тебе еще раз говорю, Ксюшенька, Чижевский это человек, к которому я привыкла. Это просто он мне как брат, понимаешь? Это отмазки все. Он мне брат, сват, лучшая подушка. Нет, Ксюшенька, я тебе еще раз говорю. Наш старший Саша Долган говорит, что все у тебя на него подруги. Я тебе скажу, я тебе скажу, не перебивай. Леша мне очень нравится, правда, вот реально он мне очень сильно нравится. То есть, как бы я не могу сказать, что я там сильно прям влюблена в него, да, что у меня там чувства такие, что я там готова выйти замуж, да, за человека. Но он мне очень сильно симпатичен. Поэтому, даже вот если произойдет такая ситуация, что Лешу просто захотят убрать проект, я реально готова за ним уйти. Ну, тогда не обижай его, зачем ты его обижаешь? Я не обижаю его ни в коем случае. Ты что, я провожу с ним максимум своего времени, то, что у меня здесь. Даже Настя, вот мы ругаемся с Настей за того, что я вообще внимания уделяю. Она говорит, как так? Ты, говорит, моя подруга, говорит, даже я, говорит, у меня с Эмми, говорит, ну, когда ты была одна и все время там поделялась меня. Ну, мы очень сильно ругаемся по этому поводу. Вот сейчас я не чувствую конкуренцию на данный момент, пока он мне не мешает. Ну, и, наверное, ответных шагов нет, Атоли? Ответных шагов в чью сторону? В мою? В твою? Нет, ответные шаги есть. Пока есть, я не знаю. Я не могу сказать, что нет этого шага. Но если есть шаги, зачем вот тогда сейчас останавливаться и думать о том, что будет дальше? Забирай ее. Я останавливаюсь, я не думаю. Ну, прекращай ее общение с Дмитрием Чижевским. Забирай ее в свои руки и общайся только с ним. Видишь, как, если я сейчас прекращу общение, на мой взгляд, пусть пока люди общаются, да, это нормально. Нельзя ограничивать сразу человека, а только пространство вокруг себя. Это за маму. Может быть, хватит? А теперь я. А, это за меня, за меня. Давай. За меня красотуречка. Я тебя, я тебя сюда. Давай. Давай-ка, за меня. Ну, не надо только вот так вот делать. Ну, только ты сексуально делай все. Давай. Так. За папу. А ты можешь губки спрять за губы? Вот так. Ну, спрячь. Пожалуйста. Пожалуйста, спрячь. Кривая. Нормально. Спрячь зубы за губы. Вот так ты хочешь? Да. Нет, ты в задницу. Ну, разом. Ну, Рома. Ну, разом. Зачем? Попробуем разочек. Ну, что за пошлости? Какие пошлости? Здравствуйте. Я Ольга Бузова. Современная телеведущая. Я могу есть банан. У меня шикарные кудри. Посмотрите, как я ем банан. Ну, разочек. Я не хочу. Последний. Я не хочу. Последний разок. На. Ого. Привет. Привет. Здравствуйте. Хорошо, ну, поднимите руки, кто к нам пришел еще раз, чтобы мы посмотрели. А ты к кому пришел? К Рустам. Надо, что ли? К Рустаму пришел. Серьезно? А чем тебя Рустам привлекает? Ну, во-первых, яркая личность, которая подбивает под себя всех, то есть поджимает, да? Ты считаешь, он поджимает всех? Да, Света. Ты думаешь, он всех поджимает, но он поджал всех, думает? Нет, у него есть такая особенность, как это диктование своих условий. И от того, что он много говорит и много думает, и иногда правильно думает, да, все к нему прислушиваются как-то, да, то есть наглядно. Ты считаешь, что ты будешь ему в противовес на проекте, да, то есть? Я думаю, что да. А ты сможешь подмять кого-то под себя? А в том виде, в котором я собираюсь прийти на проект, я думаю, да. Ты к кому будешь голосовать? Когда? Мужку. Из-за одиночки у кого-нибудь. Габоевая проголосала против Габоевого. А что там отношения? На тебе отношения переклеваются. Ты Надя даже отказалась за него замуж выходить. Почему отказалась ты, Надя? Я отказалась, у них будет свадьба в этом году. Ну, будет у них свадьба такая же, как у Степы с Аленой. Настя, я еще ни разу говорю, не ошиблась. 35-й раз. Не выйдет она за него замуж. Не выйдет. У меня у самой пара. А что у них там творится, понимаешь, это можно только думать. Не пойман, не вор, как говорится. Понимаешь, только можно рассуждать, есть у них отношения или нет. По факту они вместе. Это единственная пара из новеньких, которые давно уже вместе, которые держат. Я бы сказала, почему они давно вместе. Но Петя оскорблять не хочется. Но Кобозов действительно стал немножечко. Я же ему сказала, он даже не замечает. Он прикрываясь парой, решил, что ему все равно. Он какой стал. Он действительно стал другим. Мне даже иногда кажется, что он какой-то подобрее, что ли, был. Надо дальше идти учиться, где эффект речи исправлять. Сейчас лето закончится, каникулы закончатся. Пойдут учиться. Надо помочь пораньше. Пусть в Майами съездят. Подготовься кучу. Они их там ждут в Майами, да. Я считаю, двух красных дипломов за три года им мало. Пусть по третьему себе за год. Им надо еще к врачу обратиться. Потому что я сегодня на них посмотрела поближе. Они, когда общаются, у них лицо мимик дергается. Они очень нервные. Да? Угу. Это неадекватность чутка. Ярко выраженная. Все, я койду. Ну, пойдем, все, надо. Пойдем, я еще покурить. Ну, пойдем, пойдем. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, хорошо, как скажешь. А двух девушек поднять сразу? Это можно. Сможешь, да? Ты сильный. Ты уверен? Ты легкая просто. Таким отынево сейчас глядят. Ну, я сразу прикидываю, сколько. Ну, наверное, сорок с чем-то. Наверное, полтинник. Да, полтинник. Ты прав, ты угадал. Вот это мне уже нравится. Ну, давай, мы ждем. Поднимай. Ну, просто это стил. Так, ну, давай. Ого, ого, ого. Ничего себе, смотрите, он на одну руке держит. Это реально. Молодец, Сусильный верит. Ничего себе. Слушай, он молодец, правда, сильный. Молодец. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Поздравляем! 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 Хотелось бы спросить, у тебя вот три года это уже большой срок. Вообще, я тебе скажу честно, что это какой-то такой срок очень важный для отношений. Если вы до сих пор друг друга любите, может быть, пора задуматься о чем-то еще более серьезном, ведь ваши отношения прошли проверку времени. Ты знаешь, мы вот сегодня ездили с Ромкой на романтическое свидание, и я поняла то, что три года это на самом деле только начало большого, интересного, долгого пути вместе с Ромой. Я уверена, что наступит тот момент, когда Рома сам без всяких ваших намеков, без моих намеков, встанет на колено передо мной и попросит мои руки и сердца. Я думаю, что обязательно это наступит, просто, видимо, пока это не тот момент. Мы не хотим торопиться, все только начинается. Я безусловно счастлива и благодарна, что все это время я прожила с Ромой. Я ему благодарна за то, что он ставит какие-то цели, он помогает мне многого добиться. Если бы не он, я бы не была такой, какая есть сейчас. Многие во мне качества, которые многих, может быть, не устраивали, Рома, потому что я капризничала, я стараюсь в себе менять, я стараюсь быть самой лучшей, самой красивой, самой ласковой только для него. А я бы хотел добавить, что Оля как раз та женщина, которая является хранительницей нашего очага. Потому что если бы не она, как заметила Ксюша, навряд ли бы мы прожили три года, потому что ей удается очень удачно балансировать между моим темпераментом, своим романтизмом. И иногда у нас, когда отношения выходят на ровную линию, она очень искусна, добавляет какой-то скандальчик легенький. Это мы умеем. Да, какое-то желание проявить к ней внимание, подарить огромную охапку цветов. Как сегодня, он такую охапку подарил цветов. Да, поэтому я считаю, что основное качество женщины, которая находится со мной рядом уже три года, это все-таки находить баланс между, как бы, спокойствием и, наоборот, пиком. В нужный момент охладить мужчину, а в нужный момент добавить перца. Ром, три года это много или мало? Я считаю, что три года это хороший срок. Да, я за это время уже, ну, наверное, могу сказать, что на 70% я знаю Олю. А это значит, что я морально уже готов и к свадьбе, и к детям. Вот, вопрос только в том, когда же на нашем жизненном пути наступит новый шаг, на который мы вот так вот легко встанем и пойдем дальше. Ну что, друзья, у вас замечательно, что все так хорошо, но, к сожалению, не у всех так хорошо, как у вас. Сестры, за что же вы так не любите Юлю? Девочка красивая, интересная, просто красила ногти. И вы такой скандал из-за этого разводите. Нет, я не крашу уже ногти последние полгода, по той простой причине, что моя сестра не выносит запах лака. Если я крашу ногти, я крашу их исключительно в ванной комнате. Что касается Юли, встает, берет лак и идет, кладет свои ноги на нашу кровать и начинает красить ногти. Марина ей один раз сказала, говорит, Юль, ты, во-первых, это наша кровать, мы с тобой не общаемся, просто не хочу, чтобы ты даже сидела на нашей кровати. Во-вторых, ты воняешь лаком, нам нечем дышать. Она три раза к ней обратилась, на что та сказала, мои ноги тебе не мешают, я где хочу, там лаком. Ну, Марина и Роза, странно, что вы недолюбливаете всегда именно красивых девушек. Да мы ревнули, конечно. А то там до школы, Бузовы, они у нас уродины, конечно. Вы с ними дружите, потому что у них есть молодые люди, они у нас, конечно, самые красивые, но у них есть молодые люди. А Юля одиночка, и некому заняться. А Надя новая девочка, а я не считаю, а ее страшнее Юли. Так его же Фуя поддерживает. Ну, слушай, она пришла, Фуя, и сейчас у меня была. Ты можешь говорить все, что угодно. Баба, Писи или Сиси? Степ, садись. Фиси, Миси, я не понимаю. Девочки, что вы чешете? Не было бы Чуева, не поддерживал бы он Надю. Вы бы ее сожрали с говном бы. Эти две сестры, Роза и Марина, таким подобным образом ведут себя завистливо по отношению к любой красивой женщине. Это она к нам с до школы. Ну, Роменька, Оля, ты не переживай. Они относятся точно так же, им просто нужна сейчас поддержка, чтобы их жопы были прикрыты, вот и все. Оля, я прекрасно помню, когда девочки пришли, как они относились к вам и что они говорили. И эпидеты были вполне очень ужасные, Оль. Счастье, я все быстро забываю, а помню только хорошее. Прекрасно. Нет, подожди, вот здесь одно но. Я всегда считаю, вот давай про Олю Бутова, ты сейчас врешь мне в глаза. Я никогда не вру тебе в глаза, потому что твои глаза, это мои любимые глаза. Скажи мне, пожалуйста, я когда-нибудь говорила, что Оля Бумова не красивая. Ты всегда очень плохо отзывалась о них. Что о Солнце, что о Насте, что о Ольге. Я жутко хочется пообщаться с Солнцем, потому что, не знаю, мне она настолько омерзительна. Вот, 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 да все эфиры. Да, я к ней, больше всего ее ненавидность, его проекта. Я не представляю, что Солнце нуждалось тебе. Мы приходим. Я считаю, это какой-то гемафродит. Я по-другому вообще называю гемафродит. Да, я не знаю, как по-другому это назвать. Да, он ее вообще так не думает. Ты знаешь, ты зря такие слова говоришь. Когда увидишь Солнце и когда увидишь ее взгляд, который тебя без того... Чего ты ее запугиваешь? Нет, ты меня не запугаешь. Другими словами, ты обцомь, прикинешься. Ты, во-первых, меня не запугаешь. Не будешь сзади лежать в доме. Не буду я и сзади лежать никогда. Когда вы общались с Руставом, вы лично подошли без микрофона к Наде и говорили. Вот Марина сказала. Надь, ты же понимаешь, если я сейчас пасую с Руставом, то я уйду на голосование. Или что, вы забыли, вы сейчас... Ты хочешь сказать, не было такого? Нет, ты хочешь сказать, не было такого? Это было или нет? Это было так же, как мы обзывали Сэма. Подождите, то есть и Саша, и Рустам сейчас врут? Абсолютно. Просто так странно получилось, когда был Рустам и Рассел, и когда, скажем так, у Рустама была сильная группировка, ну скажем так, и они пришли к ним. И заселялись в старый дом. И почему-то тогда они говорили, да ладно, Рома с Олей, Солнце с Димой, там солнце вообще гермафродит. Рома с Олей пожили, хватит, мы хотим там пожить. Хоромы для людей, там конюшня для лошадей. Вот я хочу жить в хоромах для людей. И буду жить. Хватит, вожили здесь уже все, живут по году. Народ забыл, что каждые три месяца голосования. Собираюсь жить исключительно в этом доме, и нигде больше. А когда получилось так, что уже вы бы не заселялись, резко произошла такая, знаете, перетасовка. Да, в тот момент, когда Рустам проиграл банду Рустама, сестры мгновенно переметнулись в другой лагерь. Сразу же. Они отказались от Рассела и от Рустама. Сразу же. Теперь слушайте ситуацию. Рассказываю ситуацию. Почему Настя с Эмиком и Рома с Олей, в большом моем уважении к ним, поддерживают сестер? Ребята, они не заинтересованы в том, чтобы новенькие ребята строили здесь пары. Зачем им конкуренции на проекте? Пусть лучше будут эти две сестры. Я объясняю. Они сейчас правы. Задайте другим. Дайте, вы не даете другим. Ну хорошо, последнюю возможность я даю сказать о Розе с Мариной по определенному вопросу. Девочки, вот действительно странно, что столько людей на вас наговаривают, врут, что вы говорите за глаза плохие вещи, что вы делаете такие странные поступки. Теперь вот конфликт с Юлей. Ксюша, для начала хочу сказать, что касается Насти. Что ты сказала, что мы начали общаться с Олей и с Настей только тогда, когда мы поняли, что у нас с Рустамом все, нас сейчас выбрут, нужно срочно на стареньких. А я прекрасно помню фразу, когда мы сидели на кухне нашего нового дома, и мы тогда еще были вроде как с Рустамом, когда мы уже хорошо общались с Настей, она была симпатичнее. Рустам говорил, что да она, да она первая вас сольет, вы что, у вас на школу лучшая подруга, да вы что, да вы правда так считаете? И говорил-то на протяжении трех или четырех дней, на что мы как общались с Настей, так и общались. По поводу солнца, да, вот так вот сложилось обстоятельство, нас три дня, два дня не было, когда мы уезжали, потом тебя, Ксюш, не было, так как у нас Ксюша Бородиной, ну мы просто, к сожалению, к счастью, да, не разговариваем, не знаю. И я хотела попросить уже слово, сегодня нет солнца. Это тоже, кстати, очень интересная тема, почему не разговариваете в сведущий проект. Я в другой дом разговариваю, бывали у всех здесь конфликты, ничего страшного, я тоже думаю. И я хотела налобно попросить прощения у солнца, но так как сегодня ее опять нет, а вчера не было тебя, а три дня назад три раза не было нас, поэтому извините. Я не оправдываюсь, я просила у нее лично. Ну хорошо, мы всех услышали, и я думаю, что все-таки так как день у нас в целом хороший, несмотря на легкий кипиш с сестрами Гавс, давайте закончим на хорошем, Сашенька, тебе слово. Я счастлив. Сегодня так уж сложилось, что сегодня день какой-то праздников, вот у Ромы с Олей три года сегодня отношений, да. А вот у моей любимой девушки сегодня три месяца на проекте, завтра у нас тоже три месяца отношений. Я ее завтра приглашаю на гламатичное свидание. Это вот яйца. Ну что ж, и мы увидимся сразу после рекламы. КОНЕЦ Все неудачи связаны со Степаном из-за того, что мы здесь находимся. Более того, смотрите, вип-дом огромный, свободен, заселяйтесь не хочу, в любых комбинациях. Он не вязал, вы мешаете, и мы мешаем. Нам надо срочно удалиться отсюда. Поехали, поехали. Поехали, поехали, поехали. Да, светло-то дешевле. Чтобы Степа наконец-то построил отношения, вы вернулись, и он наконец-то бы не был таким злым. Да, да, да. Овцами прикинулись бедными. Нет, прикидываются овцами, Степа. Взяли, понимаешь, они взяли эту моду у Бузовой. И у всех этих остальных, с псевдоих справедливыми речами, понимаешь? Вот так вот послушаешь и не подкопаешься. В самом-то деле они объединились, чтобы воевать с вами. И все. Все. И все. Степа, слушая их, не подкопаешься, понимаешь? Ты слушаешь и понимаешь, да, они правы. Ребят, сейчас такая ситуация, вот Рустам нас обвиняется в том, что мы два апостола с Маринкой спустились с небес и нагрешили. Вот мы тут, конечно, поменяли мнение. Да все меня отменили, это что-то фигня такая. Это говорит, что Рустам, у которого мнение прыгает, он то Гобозова их засирает, сейчас он ему же жопой лижет. Да, конечно, потому что он тоже засирает, кто с нами общался. Сейчас я опять жопу лижу. То он вас обожает, то он вас обсирает. То уродина. То Слава всегда обожала общаться. А с вами еще больше обожаю. А ты дальше иди, как крыска Лариска, бегай, все докладывай, что услышала. Так ловите вы, я за спиной никогда ничего не говорю. Рот закрой, бабулька. Стою сегодня с Сашей, разговариваю. И, знаешь, она стоит в комнате, только услышала вот это, что Марина рассказала Сашу, что не было. Она меня сегодня полетела, начала орать. А с Юлькой был конфликт ночью, я не слышал нифига. Я тоже не слышал. Слушай, и они еще при этом в разговоре все время уповают на Чуева. Он теперь для них стал тоже типа идола. А ты помнишь, Чуев, пресса? Судья на Афью мы любим. Да, 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 вот на Адю мы любим. Да, 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 действительно. Он теперь для них, Чуев, судья последней инстанции. Офигеть. Ну, Чуев, он, понимаешь, он меняет свое мнение, как ему это угодно, понимаешь? Завтра он припрется и скажет, что они две мразоты. Вот и все. Да, да, да. Вот и все. Такие ключи. И тогда я просто посмотрю на их выражение лиц. А зачем смотреть-то, не смотрел на их лица, что ли? Степа защищает Рустама, он даже не в состоянии сам за себе постоять. Ну, это классно. Пускай Степка пиарится, нормальный ход, я рад. Не, все, не знаю, вот есть в Степане что-то такое, подлости что-ли в нем какой-то нет, знаешь, ну, не чувствую я этого. Нравится. Да нет, он мне может быть симпатичен или не симпатичен, Степа, но он, по крайней мере, может орать. То есть он говорит в лицо, я против вас буду голосовать, но он ничего не скрывает. Да. В отличие от Гобозова. Так же, как и я. Да, в отличие от того же Рустама, там, я не знаю. Не, ну Рустам-то гнилой, это понятно, насквозь. Того же гиены. А что Тори орала здесь, я просто не услышала? Я только последнюю фразу слышала. А, да ничего, что я общалась всегда с Рустамом, хорошо общалась, особенно когда он тебя оскорблял, идеальным объектом для нас Межик, весь месяц целый, и ты ходила как обосранная. Ты с ним идеально, конечно, хорошо общалась, и когда он с нами общался, все время я говорил Тори, что да, это ее... Да, новенький мальчик придет, и как долго он будет в Тори, она одевается одну кофту, три года носит, ничего нет, нищая, такая-то волоса наращивает своих, нет, облезла, как он ее оскорблял, а она при этом ути-мути-пуси-муся, ой, господи. У тебя тоже мнение было, и что? Какое мнение было? Ну, ты говоришь, там кто-то... О чем? Ты тоже, когда-то, про кого-то что-то говорил. Ну, потом, потом, что же... Не-не-не, подожди, я то, что говорил, так же и осталось. Правильно? Я не утверждал, я не утверждал, я не ходил и не кряхтел целыми днями, что буза тупорылая, что Настя с деревни сбежала, я не ходил целыми днями, это не следил. Хотели выселить Рома в столицу? Да, и что, где дружба? Я лишь на сцене, то, что сейчас будет касаться старого дома, мне рюк наружу, что там? Я не собираюсь ни кипики, ни киевцы, просто так связь. Если у меня будешь, я буду связь, а просто вот так взять сейчас Юлю заселиться, никогда уже не делать такое. И о чем тогда говоришь? А носатые там, морзопакости носатые, пусть побрят спины. Да я признаю себя, ну, даже я не я, кто-то любит женщину, проходит период времени, там, они, ну, не получилось у них, он любит другую женщину, он же ее любит по-настоящему, как бы искренне. Нет, ты лицемеришь? Ну, нет. Как ты, как ты посмел поменять? Это пипец какой-то, это вообще идиотизм. Их уйдет время, как бы, череда событий каких-то. Я в детстве терпеть не могла сырки шоколадные, глазированные, сейчас я их обожаю, я в детстве молоко не пила до 20 лет, сейчас я обожаю молоко, я понять не могу, что это дебилизм. Здесь день, это как на там, это как неделя, наверное, так что-то как будто травнять-то нечего. Да нет, ну, просто, знаешь, уже не за что цепляться, уже из пальца высасывают проблему и тему, и давай ее обсуждать. То, что я уйду, знаешь, мне хватило одного девки шмарова, который съели просто, потому что он слабый характер, но я уйду. На хрен бы я ушел на его месте, я что, даже из того принципа сначала бы их бы вышвырнул, а потом бы сам ушел. Я не знаю, кто с ними дружит. Я тебе скажу так. Они общаются с моей девушкой, пускай общаются, и мне они говна не сделали, поэтому, не знаю, можете говорить о них все, что угодно, мне они говна не сделали, поэтому я не считаю это так, как вы считаете. Когда мне говно сделают, тогда уже совсем другое. Спасибо большое. Есть люди, которые делают говна. Я слышал, когда Настю называют деревню и колдалы. Так, подождите, так они сказали, Насте это говорили, они подходили и говорили, что вначале мы приходили, мы так считали, да. А сейчас они так не считают. Людям свойственно ошибаться, Лена. Они пришли тоже и думали, что Рустам офигенный, классный, когда мы с вами были. Они тоже считали вас хорошим. Тогда была на стороне Рустама какая-то интересная. Это антипагия, понятно, в любом случае. Сейчас количественный перевес на втором доме. Я просто хочу, я вас очень любил и обожаю, чтобы вы общаетесь, легче улыбаться, нечем передавать, но не доверяйте. Дорогие ребята, как вы уже догадались, нам сегодня три года. И в этот день мы бы хотели сделать вам, дорогие друзья, и наши любимые телезрители, подарок. Спасибо вам, дорогие друзья, что все эти три года вы были вместе с нами, болели за нас, переживали, поддерживали. Спасибо большое отдельно нашим родителям, нашей семье, которые любят нас и поддерживают в любых моментах. Ну что ж, для всех вас, и в том числе телезрителей и родителей, это танец любви «Танго». КОНЕЦ 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 Браво! Я люблю тебя. Я тебя люблю. У-у-у-у! Браво! У-у-у! Субтитры подогнал «Симон»